Сегодняшний день разделила жизнь садоводов Иркутского района на до и после пожара. Ведь люди рисковали остаться без жилья. Считанные метры разделяли дома и полыхающий огонь. Откуда он пришел и удалось ли отстоять имущество, расскажем прямо сейчас. Буквально за секунды зеленая трава превращается в пепел. Вот так сегодня в 10 утра огонь подошел вплотную к домам в садоводстве коммунальник. Точнее говоря, как раз отсюда он и вышел. Местная жительница решила сжечь сухой мусор. Пара порывов ветра и вот итог. 25 гектаров сгоревшего леса. Подсчитывать убытки придется и Евгении Уфимцевой. В огне оказалась практически половина ее участка. Когда все произошло, женщина была на работе. Меня отпустили. Я приехала на такси. И когда я приехала, вот это уже все догорало практически. Я что успела, вот у нас ведра, бочки были, я ведрами вот это все тушила. Ну вся ягода у нас сгорела, малина, сжималась и курятник. Сама Евгения пока тушила, отравилась дымом. Сейчас большинство ее соседей заливают леющие участки водой. По счастливой случайности все ограничилось сгоревшими насаждениями и заборами. Пожар в прямом смысле слова стер все границы. Огонь прошел через несколько садовых участков. И остановился буквально в нескольких метрах от надворных построек. Страшно подумать, что было бы, если бы пожар вовремя не остановили. Ведь условия для него были идеальными. Практически как в печке узкий распадок и сильный ветер. На пульт пожарной охраны поступили десятки звонков от испуганных садоводов. Лесники сразу начали опахивать весь опасный участок на тракторе. На место стянули пожарных из нескольких частей. Тем не менее, огонь успел обойти одно садоводство и вплотную подобрался к следующему. Его председатель не хочет показывать свое лицо, ведь женщина сейчас должна быть на работе. Но узнав об опасности, не смогла не приехать. Чьи участки, дома построенные на этих участках прилегают к пожару, мы быстро обзвонили. Все садоводы приехали. В первые, конечно, минуты все это садоводы тушили. Во время моего управления 4 года у нас подобного ничего не было. Это вот впервые. Здесь огонь уничтожил часть забора. Пожарные по-прежнему его проливают. Пока опасность миновала. Общими усилиями удалось отстоять три садоводства и лыжную базу. Впрочем, стихия пришла внезапно не только в Иркутский район. Сейчас леса горят на 13 территориях региона. Огнем охвачено больше 220 гектаров тайги. В большинстве случаев виновники пожаров – обычные люди, которые, видимо, не до конца осознают тот факт, что потушить огонь – это полдела. Гораздо сложнее восстанавливать то, что было уничтожено. Надежда Казакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.